Палата номер шесть. В палате тепло. Дома Ирина никогда так жарко избу не натапливает. Дрова жалко. Да и печку сильно накалять боится. Старенькая уж. Ну, как развалится. Где возьмешь деньги? Эх, такие деньжищи надо. Тысяч пятьдесят, а то и больше. Нет, такие деньги Ирине даже взять нет. Вот и живет Ирина в прохладе. Зимой теплую кофту Да меховой жилет наденет. На ноги шерстяные носки Да обрезанные мужем валенки. Удобно и в отвор сходить можно И ногам тепло. Спать опять же ложиться В теплом ванном халате. А на ногах носки Накинет два одеяла С головой укроется. Баюн в ногах примастится. И так спят до утра. Если соседи сочувствуют, Да расспрашивать начнут. Отшучиваются. Продукты в холодильник ставим, Чтоб не портились. А я в прохладе живу, Чтоб не стариться. Ничего, ни барыня какая. Зато своя изба Не надо за квартиру платить. Все бы хорошо, Да хвой привязалась. Поджелудочная замучила. Такой приступ случился. Криком кричала. Вот поправиться маленько, Опять жить можно. Не избалована. Хоть ой, как приятно Спать в ночной рубашке, Утром помежиться на кровати, Водой тепленькой умыться. А уж теплый пол, И как же это хорошо-то! Жалко только, Что все это удовольствие Здесь, в больничной палате, Почувствовала. Сейчас оттыкает От этих страшных болей И от домашних ежедневных работ, Наслаждается случайным комфортом. Вот только беспокоится, Как там ее боюн, Скучает по небесхозяйке. Соседи спокойные. Два молодых совсем, Забавные, веселые, Одна после операции педицита, Совсем еще ребенок. Так вчера плакала от боли, Что Ирины сердце От жалости разрывалось. А сегодня с утра С парнем своим По телефону щебечет. Молодые. Ирина сама в молодости Такая же беззаботная была, Со сломанной ногой На свидание К любимому бегала. Вторая, Настя, постарше. Есть сынишка, Дениска. Настя работает Преподавателем английского. Ох, серьезные. На тумбочке лежит Какая-то книга на английском. Но по наблюдениям Ирины, Она в странице 2-3 Всего прочитала. Все больше слушает разговоры. Может, переживает очень. Завтра и будут делать операцию. Доктор Никита Сергеевич Уже фломастером нарисовал На груди места прокола. Успокаивал, что сделает всего Четыре прокольчика, Которые быстро зарастут. Но Насте все равно страшно. Рядом с Ириной, ближе к окну, Лежит Фирюза. Очень миловидная, разговорчивая Татарочка. Ее с сам авиации перевезли Из какого-то таежного поселка. Пьяный муж сломал три ребра. Одно из ребер проткнуло легкое. Сейчас уж идет на поправку. Дома двое детей. Но удивляет Ирину то, Что беспокоится она не о себе, А о муже. Когда приходит хирург, Она начинает просить его Помочь Андрею. Так зовут ее мужа Спастись из тюрьмы. Тот терпеливо выслушивает Ее просьбу и говорит. Я отвечаю вот за ваши. Эти органы. А с Андреем пусть разбирается Правоохранительные органы. Это их компетенция. Удивительные существа эти женщины. Разве можно прощать такое? Он мог вас убить. Фирюза возмущенно говорит. Так он же пьяный был. Это он не специально. А так он хороший. Он мне на 8 марта Всегда подарки дарит И зарабатывает хорошо. Настя надоела слушать эти разговоры. И она спросила Фирюзу. Фирюза, вы что, его так любите? Если бы мой муж на меня хоть однажды руку поднял, Я бы от него ушла. Нельзя позволять никому издеваться над собой. Я бы ни минуточки не задержалась. И деньги бы и уйти не помешали. Фирюза растерялась, но быстро собралась с мыслями и ответила. А у нас в деревне почти все мужики своих жен бьют. Не бьют только главу администрации, Галину Степановну, да фельдшера Елену Яковлевну. Глава, она сразу своего посадит. А Митька, фельдшера мужик, боится жену, думает, что отравить может или укол какой сделает. Все в палате засмеялись, но Настя не унималась. А любовь? Разве человека, который с вами такое сотворил, можно любить? Так, наверное, нельзя. Только все равно люблю. Вот как обнимет, все забываю. Он, когда меня побьет, вину чувствует. Так добрый такой, тихий. Все мне помогает, когда тишина да покой дома. Ну, это какой-то мазохизм, а не любовь. Когда-нибудь он вас убьет, а вы вон какая привлекательная еще женщина. Сколько вам лет? Простите, если не секрет. Да какой секрет? Старая уже. Двадцать шесть стукнула в октябре. Ну, я не знаю, что и сказать. Мне тридцать, а я себя считаю привлекательной и молодой. Что же вы себя не уважаете? Наверное, вы рано замуж вышли. Семнадцать. Ничего себе. От такой жизни вы жить и встанете, и рано состаритесь. И детям от такой жизни в обстановке плохо. Подумайте, пока есть время. На минуту в палате стало тихо. Потом заговорила новенькая. Ее вчера перевезли из другой палаты. На ужин она не поднималась и, кажется, спала. Никто ничего о ней не знал и даже голоса не слышал. От долгого молчания голос был скрипотцой, но приятный. Простите, что вмешиваюсь в ваш разговор. Мне эта тема очень близка. Я двадцать три года терпела приступы ревности и побои мужа. Работала врачом в больнице, считалась хорошим специалистом-терапевтом. Муж, начальник узла связи, красавец, замуж при убиве выходила. Мечтала о большой счастливой семье. Первый раз он ударил меня через полгода после свадьбы. В Новый год собрались мы с коллегами и праздник встретили. Весело было. Много смеялись, танцевали. Молодые же. Уж тоже веселился. Я была счастлива. Он вежливо попрощался со всеми. Обещал, что непременно придем праздновать Старый Новый год. Но какая метаморфоза произошла с ним дома, когда закрылась дверь. Толкнув меня на кровать, он дважды отвесил, щедро за трещиной. На вопрос. За что? Ответил. Ты еще спрашиваешь? Подумай. Достал бутылку из шкафа, выпил две стопки водки и ушел спать. Я, оставив меня все в слезах с опухшим лицом. Всю ночь я не могла уснуть. Все вертело из голове слово. Подумай. Но сколько не думала, так ничего плохого за собой вспомнить не могла. Мне бы, дурочки, сразу бежать от него подальше. А я решила, что прервновал он меня к Сергею, мужу подруги. Вину за собой почувствую. Тогда любила я его. С красивыми мечтами, счастливой жизнью. Ох, как мне легко расставаться. На работу ходила. Закрасить тональным кремом синяки и надеть медицинскую маску. За что я получила затрещины, он так и не объяснил мне. Сделал вид, что ничего не произошло. Продолжал называть меня милой, дорогой. Был внимательный. И я успокоилась, решив, что, наверное, слишком откровенно прижималась во время танца к Сергею. И надо впредь быть стремнее и осторожнее. Через какое-то время я забеременела. Во время беременности он относился ко мне ровно. Иногда даже заботливо и нежно. Ему нравилось, когда он приходил с работы. У меня ужин на пленке. Дома тихо и чисто. До рождения ребенка сварить ужин и создать в доме уйдут. Это ж какие проблемы. Другое дело с маленьким ребенком. Начались ссоры. Мне бы очень стыдно сказать кому-то, что муж меня избивает. При людях он всячески демонстрировал заботливые и нежные ко мне отношения. Но над закрытой дверью он превращался из доброго кролика в злобного тирана. Почему я от него не уходила? Да совсем по простой причине. Я его боялась. Он так запугал меня, что я и пикнуть не смела. Бил за придуманные поводы. Мог и совсем без повода. На мой вопрос «За что?» Он издевательски отвечал. «Знал бы, за что. Совсем бы убил». Бил, стараясь не оставлять синяков. Сын жутко до дрожи боялся отца. Однажды, когда муж уехал в командировку, я собрала вещи сына. Кинула в сумку пару своих вещичек и уехала к родителям. Мама не хотела верить моим рассказам. В ее представлении мой муж был внимательным, заботливым, любящим мужем. И только рассказы Ильи помогли убедить ее в обратном. «Ну, что могла сделать старенькая мама и отец инвалид? Зачем только я поехала к ним? Нам было ехать куда-то, чтобы он не смог меня найти. А так я сделала себе только хуже. Через неделю он приехал за нами. Был нежен и заботлив, помнистый. Убеждал маму, что это недоразумение, и мы его разрешим и скоро забудем. Мне же грозил, что не оставит меня в покое. Что старая мать может заткнуться, упасть или подскользнуться. И я поверила, знала, что этот человек способен на любую подлость. Я поняла, что из этих цепких лад трудно освободиться. В милицию идти бесполезно. Не зря же он демонстрировал людям свои нежности и заботу. Кто же мне поверит? После моего бедства он стал следить за мной еще пристальнее. Нельзя было задержаться на работе, ходить на родительские собрания, в школу, пользоваться косметикой. Бить, правда, стал меньше. Понятно, что сломал он меня. Сейчас он старался просто унизить, подавить морально. Какие только слова я услышала в свой адрес. Но чаще всего я была шлюхом. Он говорил, все бабы шлюхи и проститутки. И ты шлюха. Деньги выдавал и требовал отчета. Документы лежали все эти. Вместо хорошей семьи я жила в концлагере. Хоть со стороны это так совсем не выглядит. Сын тихо ненавидел и боялся его. Но что домашнему тирану до моих чувств и чувств льви. Знаете, как я себя за трусость презирала и ненавидела. Я винила себя в том, что мой ребенок живет в аду. О своей доле я уже и не думала. Сын после окончания школы пошел в армию. Домой он больше не вернулся. Работал и учился. Я за него радовалась. Хоть он вырвался из ада. То утром уж встал мне с той ноги. Долго выговаривал мне за то, что мясо супер жесткое. Столько лет замужем и до сих пор варить суп не умеешь. Учить тебя, что ли? Наученная горьким опытом, я молча выпила чай и ушла на работу. А в три часа мне позвонили из милиции. На четырнадцатом километре я его машину занесла, и он погиб. Мне выражали соболезнования. Если бы они знали, сколько раз я придумывала ему смерти и даже думала сама о его убийстве. Как долго я представляла этот момент освобождения. Как я мечтала об этом. На парахаранах я не проронила ни слезинки. Сын не приехал на похороны, и я его не осуждаю. В первое время от звонков здравила. Везде видела его. Казалось, схожу с ума. Ходила к психиатру. Сама себе назначала препараты. Все его вещи сожгла. Спать совершенно не могла. Вот такая ломка у меня была. Больше года понадобилась на том, чтобы прийти в себя, и появился вкус к жизни. Однажды, возвращаясь с работы, возвращалась с работы. Был тяжелый день. Я устала, присела, отдохнула. И вдруг увидела осень. Медленно кружилась листва, деревья были невероятно красивые и торжественные. Захотелось плакать. Плакать не от горя, как я привыкла, а от красоты природы и просто от того, что небо синее, березы желтые, что вокруг много людей. Много лет я просто не замечала красок природы. Захотелось одеваться, путешествую. В выходные я поехала к сыну. Он познакомил меня со своей девушкой. Она очень понравилась мне. Только я боюсь, а вдруг велье проснутся гены отца. Сейчас я как будто груз с плеч скинула. Как жалко потраченных пустую. На никчемного человека самые прекрасные годы. Сколько хорошего я пропустила. Милые мои, бегите от таких мужей. Поверьте, ни один мужчина не стоит того, чтобы свою жизнь под откос пустить из-за него. В палате все молчали. Каждый думал о своем. Ирина думала о своем, рану, ушедшем муже. Как хорошо, что он был хорошим и добрым человеком. О нем она может вспоминать только добрый и светлый. Фирюза вдруг заплакала. Ой, бедные, мой бедные, как мне вас жалко. Настя строго сказала. Вот видишь, Фирюза, что может случиться? Вся твоя жизнь. Псу под хвост или Андрюше. И она вернула такой непечатный оборот, какой никто никогда не ожидал от такой серьезной и воспитанной учительницы английского языка. Палата дрогнула от смеха. Морщить и держать за животы смеялись все. Вошел хирург, как и дел палату. Анекдоты травите. Смех это на пользу. Подошел к новенькой, посмотрел швы и спросил. Не беспокоит? А у малышки с аппендицитом спросил. Температура есть? У него были усталые глаза. Опять дежурит. Хирургов не хватает. Какая же трудная у них работа. Часто ворчим на врачей, но если заболеваем, ждем от них помощи, как от Господа Бога. Дай им всем Бог здоровья. Ирина взглянула в окно. Какой красивый закат. Сочное оранжевое солнце. Присела наверху шкуели. Ах, почему же хороша жизнь? Сочное оранжевое солнце.